добрый день уважаемые коллеги здравствуйте рад приветствовать вас на нашей встрече клуба эксперт образования меня зовут дмитрий нарсисян и спасибо что вы принимаете сегодня участие в нашей встрече у нас сегодня можно сказать для нас нетрадиционная новая тема которую мы хотели бы поднять она связана в первую наш интерес к теме связано с тем в короче что в принципе вуз это многомерная организация в которой каждый элемент влияет на как бы все элементы взаимное влияние очень сильно поэтому мы ранее недооценивали тему значит научных научных исследований вузов как элемента элемента который влияет на позиционирование вуза на рынке образования вот но мы решили эту эту этот изъян исправить и сегодня приглашаем вас к обсуждению темы влияние научного бренда университета на его экспортный потенциал естественно что работая на глобальном рынке университеты постоянно находятся в поиске новых путей повышения качества тех или иных аспектов своей деятельности и для решения задачи успешного позиционирования на международном рынке нужно конечно сформулировать маркетинговую стратегию которая наилучшим образом покажет главные достоинства организации и не только покажет их но и сформирует определенные ожидания у потенциальных кандидатов на обучение я хочу сказать что наверное стремление к позиционированию научно-исследовательского потенциала вуза имеет очень серьезный потенциал для развития и положительного влияния на деятельность на экспорт потенциал вуза в целом здесь конечно возникают определенные нюансы которых мы ниже поговорим далее поговорим но для начала я бы хотел предоставить слово ольги аркадий бак бакуменко из высшей школы экономики в санкт-петербурге так как она как никто другой наверное в нашем с вами родном секторе образования продвинулась вперед в исследованиях на тему научном бренде вуза и способах коммуникации этого бренда в различных каналах продвижения поэтому я предоставляю слово вам ольга талина пожалуйста ваш презентации выступлением спасибо большое здравствуйте коллеги давайте я не буду терять времени можете мне пожалуйста предоставить право на демонстрацию крах спасибо я хотела бы начать не совсем с научных брендов буквально пару слов пару минут вашего времени займу трендами цифровизации да потому что тот цифровой маркетинг с которым мы сейчас имеем дело это совсем не тот цифровой маркетинг с которым мы работали даже в начале пандемии эксперты говорят что даже за первый год цифровизации только за первый год человечество прошло десять лет цифровизации то есть мы бы 10 лет шли к тому уровню цифровых сервисов и услуг которые мы наблюдаем сейчас и для нас университетов это означает что пользователи интернета они предъявляют много более высокие требования к этим цифровым услугам и сервисам сегодня присутствовать в сети то как мы привыкли иметь сайты иметь аккаунты в социальных сетях это совсем не то же самое что быть в сети то есть коммуницировать вовлекать а самое главное отличаться от конкурентов сегодня в центре внимания находятся люди люди решают какой контент в каком канале в какое время в каком формате потреблять и мы как университеты сегодня боремся за внимание пользователей сети интернет и основным ресурсом является не информация которую мы можем на сайте или в аккаунте социальной сети разместить внимание наших пользователей и поэтому мы работаем не с информационными поводами да то есть мы сначала какой-то контент создали скажем какой-то экспертный материал а потом думаем а как сделать так чтобы прочитали или какую-то видеоконференцию создали а потом думаем а почему там всего 64 просмотра спустя месяц мы должны исходить из концепции рыночного рыночной стратегии маркетинга когда мы сначала изучаем потребности наших потенциальных читателей и под эти потребности создаем какой-то информационный продукт тогда и показатели вовлеченности в наших цифровых каналах а это не только социальные сети это и образовательные выставки это и видео контента будут стремиться выше потому что если эти показатели стремятся к нулю это значит что любой университет общается сам собой да либо не интересен своей целевой аудитории и сегодня правилом хорошего тона является соотношение 20 процентов информации о бренде то есть все то что вы пишете про свой университет про то что делают ваши ученые каких успехов достигли ваши аспиранты и 80 процентов информации для пользователя то есть полезный для читателя контент вообще эксперты сегодня говорят что единственное что осталось в распоряжении современного маркетинга и контент и поэтому нам важно не просто выбрать каналы нам нужно каждый канал наполнить тем контентом который интересно будет читать наши целевой аудитории пандемия изменила вообще подход к традиционному маркетингу пиар да если раньше мы могли осуществлять такой монолог бренда и фокусироваться на информирование нашего читателя позиционировать вот этот вот имидж до красивую картинку которую мы про себя нарисовали или красивую историю про науку в университете который мы сами написали сейчас это не работает одной простой причине в интернете про вас расскажут все и в этой реальности единственное чем мы можем управлять это внутренней идентичностью бренда потому что основными носителями бренда университета являются его сотрудники и студенты а в случае с научными брендами ученых и все что есть и как есть по-настоящему да они в цифровых сообществах расскажут конечном итоге цифровой бренд это то что видят ваши целевые аудитории в сети интернет и здесь возникает вопрос а что они видят и как вообще они воспринимают эту информацию которая размещается и здесь буквально пару слов скажу про концепцию дэниэла каннамана который получил нобелевскую премию за то что доказал что в нашем мозге работает по механизма система 1 которая включается автоматически отвечает за принятие быстрых интуитивных решений система 2 которая включать стопливым усилием и отвечать за критическое осмысление информации так вот подавляющее большинство решений которые мы принимаем в течение дня в том числе на какой сайт перейти какую научную новость прочитать по какой гиперссылке там кликнуть да принимать система 1 поэтому нам важно понимать как она работает чтобы вот этот контент про который я сказала в предыдущем слайде правильно формировать остановлюсь буквально трех ключевых особенностях первая особенность связана с тем что система 1 не учитывая той информации которой у нее нет то есть если вы чего-то про науку в университете не написали для ваших зарубежных абитуриентов и зарубежных ученых академического сообщества то они этого не узнают вторая особенность заключается в том что системе 1 вообще не важно сколько полной и достоверной является информация ей важно чтобы эта информация была непротиворечивой то есть чтобы ваша визуальная идентичность да была одинаковой в на сайте и других цифровых медиа чтобы голос бренда не отличался когда мы скажем в одном канале используем ироничный какой-то юмористический способ выражения в другом сугубо деловой или чтобы данные не отличали что тоже встречается на различных порталах и третья особенность на которой хотела бы остановиться заключается в том что свое впечатление про университета про науку в университете наши зарубежные пользователи сформируют не на основе тех цифр и фактов которые вы в собственных цифровых медиа укажете а на основе тех эмоций которые они испытают в результате цифрового взаимодействия с университетом и здесь вдумайтесь например вы заходите на сайт какой-то сайт какого-то университета предположим и этот сайт очень долго загружается или если вы очень долго читали какую-то научную новость но так и не нашли то что было отражено в заголовке в главной мысли какую эмоцию вы испытаете вот с этой эмоции дальше пользователь продолжает знакомиться с университетом то есть бренд и научный бренд это не набор цифр и фактов которые вы размещаете собственно в цифровых медиа это история про университет и важно чтобы эта история вызывала эмоцию и не была противоречивой очень короткий пример приведу того как это выглядит мы на самом деле управляем не эффективностью какого-то отдельного цифрового канала мы управляем цифровым путешествием нашего зарубежного пользователя и здесь я привела просто пример таких цифровых маршрутов может быть множество как иностранный аспирант к примеру может знакомиться с университетом в разных точках контакта он может прочитать новость в социальной сети и перейти на аккаунт университета в этой социальной сети потом на страницу сайта о науке потом на сайт научного подразделения потом послушать вебинар ведущего ученого и в разных точках контакта у него или у неё будут возникать разные эмоции но нам важно понимать две вещи первое что за каждой точке контакта стоит бизнес-процесс внутри университета и сотрудники которые это взаимодействие осуществляют и 2 важная вещь что наши конкуренты они тоже это взаимодействие осуществляют и важно не просто вызывать положительные эмоции но и отличаются от конкурентов каждой точки контакта. Мы поговорили о том, что видят зарубежные пользователи в сети интернет, а теперь более конкретно, как же мы вообще как университеты выглядим в зарубежном академическом сообществе с точки зрения нашего научного потенциала. Я посмотрела с помощью инструментов веб-аналитики, конкурентной разведки, общую картину, как мы выглядим. Начну с того, что в структуре экспорта российского образования, в общем-то, всего 15% магистратов, аспирантов, ординаторов и декторантов вместе взят. То есть экспорт российского образования ориентирован прежде всего на обучение по коллапу, в то время как в развитых странах мира, конечно, около половины это postgraduate students, которые больше вклад вносят в социально-экономическое развитие страны. Почему это так? У меня есть гипотеза, потому что международные службы в университетах российских чаще всего занимаются экспортом образования, а научные службы не занимаются интернационализацией, то есть получают такой гэп сферы деятельности, которую никто не управляет. Почему это приводит? Ну вот аналитика SimilarWeb показывает, что Россия не входит в топ-10 стран исхода пользователей, ведущих мировых научных социальных сетей, то есть наше научное сообщество не очень активно вовлечено в международные цифровые коммуникации. Для ведущих российских университетов не характерно наложение аудитории пользователей сайта с сайтами международных научных ресурсов. Ну, к примеру, заходишь, когда на сайты ведущих мировых университетов, смотришь наложение целевой аудитории, там в топ-5 сайтов будут входить научные ресурсы. Тот же ResearchGate, Academy, DoSpringer и так далее. А у нас, это редкое мнение, публикации ученых российских университетов читают преимущественно в России. Если мы посмотрим аналитику ResearchGate, то Россия будет стоять на первом месте в географической структуре исхода читателей публикации. Более того, еще и университет будет стоять тот, в котором эта публикация написана. В структуре исхода читателей статей зарубежных университетов, наоборот, Россия редко стоит на первом месте. Российские университеты в три раза уступают зарубежным по переходам на странице сайта о науке. Такой вывод позволяет сделать аналитика spywords, и это говорит, опять-таки, подтверждает гипотезу о том, что зарубежное академическое сообщество не очень активно использует вообще сайты российских университетов для получения какой-то информации и взаимодействия. И шестой факт, который тоже хотелось здесь отразить, в мировой рейтинг think tanks, наверняка многие знакомые, ежегодно составляются. В 2020 году пошло 143 российских научных центра. В Индии, например, 612. И при этом из этих 143, которые вошли, университетские научные центры представлены в два раза реже, чем независимые. Это позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что научным центрам или крупным научным институтам внутри университетов сложнее и отстраивает свои бренды. Что же такое вообще научный бренд университета? В концепции дома брендов университета мы можем представить научный бренд на уровне университета в целом. Мы можем выделить бренды научных подразделений или бренды ученых персональные. По уровням также мы можем говорить про научный бренд на уровне региона, про научный бренд на уровне страны и международный научный бренд, на котором мы сконцентрируемся сегодня. Но важно понимать, что за каждым из уровней брендов стоят разные смысловые содержания, потому что разным целевым аудиториям интересны разные стороны деятельности университета. Часто ошибка, которую мы допускаем, это когда мы на зарубежном рынке пытаемся позиционировать миссию регионального уровня. Чем сильнее научный бренд университета на международном рынке, тем большее значение имеют персональные бренды ученых и бренды научных подразделений. Соответственно, и наоборот. И если мы говорим о том, что бренд университета, а даже у сильного университета может быть слабый международный бренд, не очень сильный, тогда мы должны начинать с того, чтобы отстраивать научный бренд университета в целом на международном рынке, а потом уже двигаться на более низкие уровни. Если мы говорим про научный бренд университета в целом, то прежде всего мы его позиционируем на странице сайта университета про науку. И пока я вот так много говорю, я попрошу вас открыть страницы сайта про науку вашего университета, желательно англоязычные, раз уж мы говорим про зарубежное академическое сообщество, потому что дальше будут задавать вопросы по этой страничке. Кроме этого, мы можем позиционировать научный бренд цифровых медиа. Эксперты выделяют более 12 цифровых медиа, мы сегодня про 4 только поговорим. И e-mail рассылки на этом уровне могут позволить себе использовать только небольшие университеты. Вот в практике крупных университетов все-таки e-mail рассылки это эффективный инструмент на уровне брендинга научных подразделений. И вообще хотела бы обратить внимание, что в практике ведущих мировых университетов на уровне университета в целом мы видим только такую вот общую картинку, общий имидж научного бренда. А такое вот смысловое содержание, оно раскрывается на уровне брендов научных подразделений, которые имеют очень качественные сайты, имеют качественные аккаунты в социальных сетях, делают e-mail рассылки, ведут блоги и так далее. То есть вот такой смысловой коммуникации научных брендов, они сконцентрированы на уровне научных подразделений. Мы с вами сегодня поговорим только про научный бренд инвеситета в целом, про сайт и социальные медиа. Когда мы говорим про страницу сайта о науке, важно управлять тремя основными элементами. Это личность бренда, который включает в себя научный слоган или описание в одном предложении, смысл которого вызвать эмоцию по отношению к бренду, с которой дальше пользователь продолжит взаимодействовать с университетом. Вообще эмоциями по отношению к бренду мы можем управлять, мы можем их вызывать. Наши зарубежные конкуренты очень активно это используют. Дальше, например, их покажу. То есть любая страница сайта, она начинается с такой вовлекающей конструкции, которая призвана вызвать эмоцию и вовлечь в коммуникацию. Вторым обязательным элементом личности бренда является научная миссия и социальная ответственность. И здесь очень важно отражать в наших сегодняшних реалиях участие ученых университета в преодолении последствий пандемии. В нашей реальности на сайтах российских университетов мы очень часто видим, даже на главной странице сайта, ковидные ограничения, чего нельзя делать во время пандемии или надо пойти сделать прививку. А вот в зарубежной практике у них сейчас уже такое must-have. На каждом сайте вы увидите, какой вклад наши ученые, наши студенты, наше сообщество вносит в преодоление последствий пандемии, поддержку общества. И третий важный элемент личности бренда – это ключевые области научных компетенций. Здесь нашей ошибкой является то, что мы пытаемся сказать, что мы хороши во всем. Вот у нас есть множество областей, и мы во всех хороши. Тем самым мы не достигаем узнаваемости, нас не запоминают. Наши зарубежные конкуренты идут по другому пути, они фокусируются на нескольких сильных областях научных компетенций, за счет них себя позиционируют на мировом рынке. Мы сейчас говорим про позиционирование на международном рынке, там сложнее отличаться, чем национально. И через вот эти вот флагманские области компетенций, они уже подтягивают позиционирование остальных. Второй элемент важный, который мы должны управлять на странице сайта науки – это голос бренда. Мы можем очень по-разному про себя рассказывать. Наша особенность является то, что мы стремимся всему миру рассказать о том, какие мы непроизойденно хорошие. Чаще всего мы это делаем через набор цифр и факт, то есть мы рассказываем про себя сами. Это не способствует доверию к бренду. Наши зарубежные коллеги, они используют другой подход, более клиентоориентированные. Они больше рассказывают о том, как они могут наилучшим образом удовлетворить потребности ученых или студентов, которые будут обучаться в их университете. Они очень большой объем контента посвящают научной корпоративной культуре, научному сообществу. Они рассказывают о том, как будет чувствовать себя ученый, который приедет работать в этот университет. Их стиль изложения более клиентоориентированный, но более того, они мало рассказывают про себя сами от имени университета. Чаще всего это рассказ через истории ученых или через блоги студентов и так далее. И контентная политика – третий элемент. Контентная политика – это те смысловые блоки, которые мы отражаем на странице сайта науки. Обобщение с зарубежной практикой позволило мне выделить семь таких блоков. И я расположила их здесь в порядке убывания чистоты и объема контента, который встречается. То есть в зарубежной практике прежде всего на странице сайта науки университеты рассказывают про ученых и научное сообщество, про молодых ученых и студенческую науку, про научную корпоративную культуру, ее ценности и приоритеты, про научных партнеров и научные коллаборации. Прежде всего международные, потому что наука глобально может быть замкнута внутри страны. Про научную инфраструктуру и подразделения, библиотеку и научные новости стоят на последнем месте. В российской практике реже всего на странице сайта науки мы отражаем ковидную повестку, социальную ответственность. То есть вот research input, мы много про research output, про наши научные результаты. На статье столько-то опубликовано, патентов столько-то зарегистрировано, и так далее. Они про research input, то есть какую пользу это приносит обществу. И про международное научное сотрудничество мы тоже крайне редко рассказываем на страницах сайта о науке. А сейчас, кто уже успел зайти на свою страничку сайта науки, напишите, пожалуйста, в чат, о чем там идет речь. Если не сложно. Подождем минутку. Сложно, да? Долго. Хорошо. Давайте тогда по мере того, как будет получаться, можно писать чат, я буду комментировать, чтобы у нас такая более интерактивная работа получилась. Приведу несколько примеров того, как личность научного бренда отражается на сайте университета. Смотрите, у Стэнфорда, слева, это описание через культуру коллаборации. У Оксфорда это дом для талантливых людей из разных уголков земного шара. У Национального университета Сингапура сверху это сообщество исследователей из разных дисциплинарных областей. То есть мы не видим ни слова про научные достижения и очень много про научное сообщество и культуру. На этом слайде я привела результат сравнительного анализа того, как голос бренда выражается на страницах сайта науки в российской и зарубежной практике. В российской практике мы используем преимущественно информирующий стиль изложения, а не вовлекающий. И это подтверждается также тем, насколько часто они используют кнопки призыва к действию. Мы очень редко используем эти кнопки призыва к действию на страницах сайта науки, тем более. Мы чаще позиционируем научный бренд на региональном или национальном уровне, и очень редко на международном. Они преимущественно на международном или глобальном. То есть, еще раз повторяю, наука глобальна, очень сложно ее как-то фокусировать, замыкать внутри региона или даже страны. Российские университеты не часто описывают свое научное сообщество, а зарубежные очень часто. И про участие в ковидной повестке я уже сказала. Хотела обратить внимание на то, что раньше мы говорили, что основная функция сайта – это информирование, основная функция социальности – это вовлечение. Сейчас все очень сильно поменялось. Сейчас основная функция сайта – это информирование и вовлечение. То есть, мы, читая контент, ждем, что будет какая-то кнопка призыва к действию, что с нами как-то продолжат взаимодействовать, от нас попросят какое-то действие. Основная функция социальных сетей – это выстраивание диалога, стимулирование спроса и создание доверия. То есть, цифровой маркетинг эпохи пандемии во многом проформирование доверия к бренду. И доверие к научному бренду в том числе. И оно формируется не через активную саморекламу, когда мы пишем про наши научные достижения, позиции в рейтингах, количество публикаций и так далее, а формируется через интерес к потребностям ученых и общества. И если у вас будет желание изучить зарубежную практику, заходите в топ-200 университетов рейтинга QS в любой практически, не только стран-лидеров в области цифрового маркетинга, то есть США, Великобритания, Канада, Австралия, но и европейские страны, Япония, Прибалтик и Скандинавия – они все движутся по этому пути. Буквально пару слов еще скажу про контентную политику, а именно содержание страницы сайта науки. То есть о чем же вообще пишут на каждом из экранов? Ну, конечно, сейчас тренд – это одноэкранные сайты, потому что редко, когда ниже первого экрана листают, ниже третьего вообще никогда. Поэтому чаще всего это все-таки футеросная часть, наоборот, хедеросная часть и футер. Сейчас часто и одноэкранные сайты. Мы очень любим по 8, 9 и даже 10 экранов. Не факт, что долистают. Так вот, очень важно на первом экране страницы сайта науки отражать ту самую цифровую визитку, то есть рассказывать о том, а что же такое научный бренд университета и его научное сообщество. И, опять-таки, если есть желание, можете в чат написать, но, по крайней мере, пробуйте себя анализировать. Зайдите на страничку сайта науки вашего виниверситета, посмотрите, а что же на первом экране. Вот если внешний читатель попробует узнать о вас, то что он увидит или она. В зарубежной практике – это чаще всего цифровая визитка. Приведу примеры. Здесь это главная страница, это первый экран страницы сайта науки Оксфорда. И здесь что мы видим? Мы видим описание в одном предложении, в котором описывается научное сообщество, научные коллаборации, научная корпоративная культура. Это у нас Стэнфорд. Здесь также самое важное описание в одном предложении. Это про научное сообщество. Дальше мы видим описание научной инфраструктуры и подразделений. И чуть ниже третий элемент – это научные коллаборации, культура коллабораций. MIT – они заходят через вводную конструкцию, призванную вызвать эмоцию. Дальше рассказывают в первом вводном абзаце про студенческую науку. И дальше описывают свои научные инфраструктуры и подразделения. Это Berkeley. Они также используют вводную конструкцию, призванную вызвать эмоцию. Вообще сайт Berkeley в плане этих эмоциональных конструкций – это, наверное, лучший бенчмарк, который я видела. А в описании в одном предложении они описывают свою научную корпоративную культуру. То же самое делает университет Токио. Но помимо всего вышесказанного, они еще и на главной странице сайта позиционируют систему поддержки ученых. Вообще система поддержки ученых – это важный элемент позиционирования в европейской практике. Вот если вы посмотрите кейсы европейских университетов, у них это один из центральных элементов. И то же самое делают в университете Калифорнии. Это главный экран в странице сайта науки. И то, о чем мне говорят на этом экране, это система поддержки ученых. А мы переходим дальше. И где еще мы можем позиционировать научный бренд университета – это цифровые медиа. Мы сконцентрируемся на четырех из них и начнем с научных аккаунтов в социальных сетях. Научный аккаунт в социальной сети – это совершенно нормальная практика для зарубежных университетов. То есть у них для каждого вида бренда существует отдельный аккаунт в социальной сети. К примеру, это может быть корпоративный аккаунт в YouTube, экспертный аккаунт в Facebook, научный аккаунт в Twitter, студенческий аккаунт в Instagram и так далее. То есть они не будут дублировать друг друга. Но при этом и внутри каждого бренда тоже может такая вот трансмедийность наблюдаться. То есть мы можем создать один научный аккаунт на университет и выбрать, в какой социальной сети мы будем его создавать, зависит от того, на каком рынке мы хотим работать, в каком регионе мира. Можем создать несколько научных аккаунтов, но я скажу об этом в конце. Чаще всего научные аккаунты создаются в зарубежном сообществе в Twitter. И если мы посмотрим структуру входящего трафика из социальных сетей на сайты ведущих мировых университетов, то Twitter будет занимать первое-третье место. То есть несмотря на то, что Twitter даже в мире – это не ведущая социальная сеть, для академической коммуникации – это социальная сеть номер один в мире. Если мы говорим про позиционирование научного бренда в России, то я бы рекомендовала Facebook, потому что в России Facebook – это аналог LinkedIn, который у нас запрещен. Кроме этого, если мы говорим про научно-популярный контент, то вполне может быть YouTube, или это вебинары ученых, или какие-то записи научных мероприятий. И еще один очень важный элемент цифрового позиционирования на международном уровне – это ResearchGate. ResearchGate – научная социальная сеть номер один в мире. То есть среди всех сайтов категории образования и науки эта социальная сеть имеет рейтинг номер один среди всех сайтов в мире в этой категории. Поэтому то, как вы выглядите в ResearchGate, тоже влияет на имидж научного бренда вашего университета. Здесь я привела примеры научных аккаунтов в социальных сетях разных университетов. Чикаго, Принстонский университет. Хотела обратить внимание на очень качественные фотографии, на высокие показатели вовлеченности, то есть большое число подписчиков, большое число участников мероприятий, просмотров видео и так далее. Эти показатели вовлеченности, они также влияют на репутацию научного бренда университета. Еще несколько примеров. И вот пример. А, ну да, и кстати, да, подумайте, есть ли у вас научный аккаунт у вашего университета для зарубежного академического сообщества? Если есть, то ведет ли... Есть ли ссылка на этот аккаунт на странице сайта университета о науке? Мы должны делать цифровой путь, вот это цифровое путешествие, о котором вначале рассказывал, максимально коротко. На слайде вы видите пример аккаунта в высшей школе экономики в социальности ResearchGate. И на самом деле у вышки очень качественный профиль в этом отношении. Вы видите высокую оценку, балл ResearchGate score, большое количество членов, большое количество публикаций. И если мы чуть глубже залезем, вот MemberStats, такая кнопочка есть, мы посмотрим, что там высокое число прочтений на одну публикацию. И то же самое мы можем представить по любому университету. И если есть желание, вот сейчас зайдите в ResearchGate, пока я говорю, посмотрите, как представлен там ваш университет, потому что, с моей точки зрения, это одна из самых проблемных точек нашего позиционирования, потому что ResearchGate такая хитрая социальная сеть, где, с одной стороны, любой может зарегистрироваться, и, соответственно, университет может этого не хотеть, но он будет втянут в эту коммуникацию. Спасибо большое. А с другой стороны, вы можете вступить с ними в официальные отношения, корпоративные, и тогда вы получите возможность управлять позиционированием вашего университета в официальной сети. Что по факту получается, ученые регистрируются там самостоятельно, указывают по-разному названия университетов, с ошибками указывают, по-разному указывают названия подразделений, и в итоге, бывает, заходишь на сайт университета, а там 52 подразделения, и в каждом по одному два сотрудника, и опубликовано по одной-две публикации. И это, конечно, не очень красиво выглядит с точки зрения имиджа научного бренда университета в целом, потому что мы смотрим на аккаунт университета в конечном итоге, который так вот собирается из этих аккаунтов ученых. На этом слайде я привела пример научного блога Оксфорда, который занимает 19-е место среди всех научных блогов в мире. И что касается научных блогов и форумов, это, конечно, такой поддерживающий способ коммуникации, и мое личное мнение, что если университетам нет ресурсов на цифровой маркетинг и на цифровые коммуникации научного бренда, лучше меньше, но больше, ой, качественнее, лучше меньше, но качественнее. Да, лучше у вас будет только страница сайта науки, и, может быть, только один аккаунт социальной сети, или даже, может быть, его лучше не будет, чем там будет 54 участника. И если замахиваться на более сложные способы цифровых коммуникаций, можно только, если у вас есть для этого бюджет. Иначе в этом нет смысла, и это просто будут издержки упущенных возможностей. А иногда даже ущерб для цифровой репутации. То же самое и для научно-популярных каналов. В сфере научно-попа сейчас конкуренция жесточайшая. Для того, чтобы просто создать канал, смысла нет. Для того, чтобы ваш канал отличался от конкурентов, для того, чтобы у вас было большое число просмотров у каждого видео, чтобы у вас было много подписчиков, для этого нужна большая работа. И если нет возможности ее проводить, лучше этого не делать. Но если есть, то это очень хороший инструмент позиционирования, и особенно инструмент рекрутинга тех же магистров и аспирантов, потому что видеоконтент – это сейчас самый популярный контент. Мы до пандемии видели, что на сайте университетов до 20% приходило из YouTube в структуре входящего трафика из соцсетей. Сейчас нормальная картинка около 50%. То есть видеоконтент и до пандемии ты испытывал бум, но сейчас очень популярен. И завершая свое выступление, назову несколько факторов успеха цифровых коммуникаций, на чем мы должны фокусироваться. Первое – это контент. Мы должны понимать, кто и для кого этот контент формирует. И вовлекать формирование контента университета не только администраторов, но и ваше научное подразделение, ваших ученых, ваших аспирантов, ваших студентов. Важно, чтобы про вас рассказывали, не вы рассказывали про себя сами. Важно использовать разные способы коммуникации. Не формат отчета о деятельности и введения новостной ленты, а стори-теллинг, привлечение лидеров мнений, использование каких-то вирусных механик и так далее. Форматы цифровых коммуникаций – это важный фактор конкурентоспособности. Особенно в условиях дискуссии про качество дистанционного образования. Как говорил Аузан, профессор Аузан, российское высшее образование – это как театр, снятый на устаревшую кинокамеру. Этого не стоит допускать. Не нужно, чтобы ваши ученые проводили… Великий ученый, ведущий ученый, он может одну и ту же презентацию сделать на кухне у себя, где шторы будут на заднем плане, или в качественной видеостудии. И она будет по-разному воспринята в мировом сообществе. Это важно. Диалог. Как я сказала в начале, цифровой маркетинг и PR – это не one-way conversation, это диалог, это взаимодействие. И пятый фактор – трансмедийность. Это множество историй о бренде во множестве медиаканалов. То есть не нужно пытаться рассказывать про научный бренд в тех каналах, в которых вы привыкли работать. Научное академическое сообщество имеет свои предпочтения и находится совершенно определенных каналов. И как иллюстрацию, уже все, я завершаю, выбылась из регламента. В завершении приведу пример трансмедийности от университета в Хельсинки. И у них на странице сайта о науке, вы можете зайти и посмотреть, в общем, я вас не обманываю. У них на странице сайта о науке, в позиционировании научного бренда указано, что они ведут пять научных аккаунтов. При этом они в Фейсбуке рассказывают про популярные новости в области науки и образования для широкого сообщества. В Твиттере они делятся экспертным мнением, они говорят экспертный разговор о науке и поддерживают принятие социально значимых решений. При этом они отмечают, что научное сообщество университета представлено наиболее сильно именно в Твиттере. В Инстаграме они рассказывают про студенческую науку. В Линкедине делятся экспертными комментариями ученых и продвигают программы дополнительного профессионального образования. Другая тема, это про экспертный бренд, она тоже важная. Это прикладные исследования, консалтинг, доп. образование, консультивное обучение, MBA и так далее. И еще у них есть аккаунт в YouTube, где они делятся видеоконтентом. И обратите внимание, вот здесь вот внизу, у них выстроена система научных коммуникаций, факультетов и других подразделений. Также вы можете посмотреть цифровые медиа, по которым можете связаться с различными подразделениями. Спасибо за внимание. Я думаю, что Дмитрий еще скажет, но я приглашаю вас принять участие в программе повышения квалификации международного научного сотрудничества. У нас большой блог будет именно по цифровым научным брендам и коммуникациям. Ссылка на слайде есть, презентацию вам разошлют. Я благодарю вас за внимание. Если будут вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Мои контакты представлены на слайде также. И сейчас тоже с удовольствием отвечу на вопросы, если они есть. Спасибо. Спасибо большое, Ольга. Да, это очень интересная презентация. Именно такую мы и ждали от вас, если честно. Спасибо за нее. Я для себя сделал несколько наблюдений, которые хотел выразить, которые для меня, мне кажется, важными. Может быть, коллеги поддержат или где-то поспорят. Но полностью согласен с тем, что язык, конечно, коммуникации должен быть простым. И, наверное, следуют все официальные документы и сообщения в отдельном разделе просто вуза размещать, чтобы они были там все. А остальной сайт должен быть именно коммуникационным инструментом для вовлечения кандидатов, либо будь то коллег, партнеров и так далее. Кроме того, соглашусь с тем, что, конечно, сайт, который сделан на языках, как сказать, да, иных языках, не на русском языке, должны быть не кальками с русского сайта, а чаще всего просто иными сайтами. И для этого, наверное, стоит не пожалеть, так сказать, возможностей, средств и привлечь даже в том числе, возможно, людей, для кого языки являются родными. Английский, либо китайский. Потому что это не только язык, это еще и культура, и способы изложения, и восприятие, это сразу делает этот инструмент коммуникации ближе к вашей целевой аудитории. И да, конечно, сам язык тоже, потому что чаще всего у нас очень сложный English такой, так сказать, да, русский, тяжелый, потому что это кальки чаще всего происходят. Вот, соглашусь также с тем, что продвижение брендов ученых необходимо осуществлять. Вот для меня не очень очевидно, что следует продвигать именно бренды подразделений отдельных, даже если это научные, но точно ученые должны быть видны. Я сам подписан в Твиттере на несколько таких вот аккаунтов отдельных преподавателей зарубежных. Ну, в первую очередь, потому что у них очень хорошее чувство юмора, мне оно очень нравится. Ну, помимо этого, он делится многими интересными вещами, которые, наверное, коллегам были бы полезны для себя. Хотела у вас что-то узнать, вот ваше мнение. Ученые сами ведут такие аккаунты, думают ли у них есть какие-то ассистенты, либо, может быть, какая-то служба вуза помогает им вести эти аккаунты? Чаще всего сами ведут, но в университетах существуют службы, которые поддерживают, могут проконсультировать, проводят обучение, проводят семинары, разрабатывают систему мотивации. То есть это должно быть встроено в систему управления. Само по себе работать не будет. Для того, чтобы это работало именно на бренд университета, то знаете, как бывает, недавно мой слушатель такой пример привел, мне очень понравилось. Он говорит, это региональный университет, я не буду называть. Он говорит, ко мне обратился мой выпускник из Японии. Говорит, профессор, подпишите, пожалуйста, мне рекомендательное письмо. Меня вот в крупную компанию зовут работать. Он говорит, а зачем тебе моя подпись? Давай я к ректору схожу и подпишу, гербовую печать поставлю. Он говорит, профессор, университет в Японии никто не знает, а вас профессор знает, поэтому поставьте, пожалуйста, вашу подпись. Чтобы вот этого не было, нам важно управлять не только, во-первых, нам нужно этим управлять, и управлять не только научными коммуникациями. Мне кажется, вот в последние годы в России мы много внимания уделяем научным коммуникациям и популяризации науки. То есть, ну если университет много ресурсов вложит, скажем, в продвижение научной новости в зарубежных средствах массовой информации, но страница сайта о науке на англоязычном сайте не отстроена, не спозиционирован научный бренд, то к чему это приведет? Ну, скорее всего, не к чему. То есть, для университета это издержки упущенных возможностей, потому что ресурсы вложит университет, а выиграет ученый, который может завтра уйти работать в другой университет. Ну, то есть, тут нужно каким-то образом, видимо, договариваться, чтобы это было взаимовыгодно и взаимоприемлемо. Я хотел еще поделиться одной информацией. Недавно мы организовали в Москве визит нескольких представителей нескольких вузов из Египта, в том числе на уровне президентов этих вузов, и вели разные разговоры, и в том числе зашла речь о том, что египтяне интересуются научными, так сказать, научной исследовательской деятельностью в Российской Федерации, в наших вузах. И основная мотивация, которую они при этом имеют, это то, что есть наши ученые, которые хорошо известны в Египте. Они именно под них едут, не под вузы какие-то, а именно под этих ученых. Они родник готовы учить даже русский язык в лишний год, чтобы иметь возможность заниматься у них. Поэтому надо недооценивать именно таких звезд, которые у вас, может, даже вы сами не знаете, что они звезды, на самом деле. Часто бывает такое. И еще один момент, конечно, говорит Жаннер, это неправильно, но сеть LinkedIn, конечно, это большая часть именно коммуникаций в той сфере, которую мы сегодня обсуждаем. То, что у нас недоступ, конечно, это не очень хорошо, но я думаю, что было бы вполне законно и нормально, если заказывать такую услугу продвижения в LinkedIn у компании зарубежной. Вуз может это делать. То есть и зарубежная компания вполне могла бы быть вашим проводником в эту сеть. И, в общем, такая мысль пришла в голову мне. Коллеги, есть вопросы какие-то? Потому что я хочу сделать сейчас очень важное объявление. Дело в том, что Ольга Аркадьевна и коллеги проводят семинар на 24-26 ноября в Санкт-Петербурге по поводу международного научного сотрудничества. И хотел бы пригласить вас принять участие в нем, потому что то, что сегодня было сказано, это малая доля того, что будет, о чем будут идти разговоры. Конечно, незаменимый нетворкинг, который там будет тоже происходить. Дай Бог, чтобы сняли все ограничения, которые помешают, могут помешать этому мероприятию. Если вдруг что, то будет какой-то онлайн-формат? Ну, пока у нас нет никаких ограничений. То есть до 40 человек мы совершенно законно можем проводить все мероприятия. Хорошо, спасибо большое тогда. Коллеги, вопросы? Давайте я вот тоже минуту подожду. Если у вас есть какие-то вопросы либо сообщения ваши, возможно, хотели бы чем-то поделиться. Это будет очень приятно. Да, конечно, запись потом вам предоставим, чтобы вы могли пересмотреть, коллегам показать, конечно же. Ну, пока давайте, если можно, Ольга, тогда вы будьте пока с нами. Хорошо? Я просто еще кое-что расскажу. Если будут вопросы, тогда вы включитесь. Ладно? Я тогда хотел еще своей повесткой с вами поделиться, почему мы попросили сегодня вас собраться. Нам кажется, что нам все вместе нужно провести такую командную работу. Командную работу, связанную с тем, что есть такая проблема, как иностранные кандидаты на обучение в нашей стране, в наших вузах, часто не могут найти для себя самую базовую информацию, которая, в общем-то, относится одинаково ко всем вузам. Речь не идет не о выборе даже вуза сейчас, а о выборе России как страны, где можно двигать науку. Я уже сказал, что люди ищут ученых, да, но они, это один из факторов, понятно, но им важно понимать заранее, как они будут публиковаться, где они будут выступать, как будет построена их работа в части именно написания научной работы, какие лаборатории, что, в общем, масса вещей, которые они просто вынуждены черпать по каким-то крохам. И мы тоже на это внимание обратили. На самом деле есть такой запрос. Хотели бы вам предложить такую возможность командной работы. Центр экспорта образования хотел бы провести, скажем так, сбор информации от всех вузов, которые сегодня участвуют. Мы и шире сделаем оповещение об этой возможности. Это будет гугл-форма, в которую вам нужно будет занести определенные сведения. Скажем так, это не какая-то официальная информация. Нас будут интересовать ваши экспертные оценки по разным вопросам. Эти вопросы, эти ответы, точнее, потом будут нами скомпонованы в некую такой свод, базу знаний, которые могли бы потом, могли бы ею поделиться с иностранными абитуриентами, кандидатами на поступление в магистратуру, в аспирантуру. Вот поэтому заранее вас про это информирую и просьба ждать, так сказать, нашего сообщения, может быть, после праздника, который закончится, на будущей неделе. Вот. А помимо этого, хотел еще рассказать, что вот всю неделю прошлую провел я в Египте, в деловой поездке, посещал вузы этой страны, посещал учебный центр, где, скажем так, обитают потенциальные кандидаты на обучение в нашей стране. Сложилось такое впечатление, хотел бы с вами поделиться им, о том, что Египет сочетает сейчас в себе две таких ипостаси. Конечно, это, в первую очередь, большой, потенциально большой источник студентов иностранных для нашей страны. И согласно статистике, которая ведется в Министерстве образования Египта, вот если мы возьмем до 100% общее количество граждан этой страны, кто обучается за рубежом, то половина из них учатся в России. Поэтому для них Россия – это магистральное направление. И нам нужно развивать это как бы в дальнейшем. Это здорово, что у нас есть такой задел, но я вас уверяю, заходят не только там, исторические, так сказать, конкуренты наподобие Великобритании и так далее. Заходят новые, то есть это Турция, это Дубай, где развивается международное образование. Поэтому нам нужно обязательно, используя этот задел, двигаться дальше. То есть я предлагаю вам более внимательно посмотреть на эту страну в качестве источника набора студентов. А кроме того, в Египте, собственно, и реализуется программа «Стадий in Egypt», которая направлена на то, чтобы превратить эту страну в такой, ну, будем говорить так, приоритетное направление страну, куда поедут, так сказать, люди учиться. То есть сейчас это, конечно, происходит за счет того, что, значит, Пол Африки приезжает туда учиться, потому что считается, что там хорошее образование, но у них амбиции и идут дальше. То есть, согласно по этой программе, будет построено 25 вузов, новых, вообще новых вузов, с нуля буквально построено. И я, и уже 4 построено. Я в таких двух побывал. Один в городе Танта, второй в городе Шарм-эль-Шейх. Это реально уникальные вот заведения учебы. Причем это построено на даже часто деньги частных инвесторов, государство встает возможность им участвовать в этом бизнесе. И надо сказать, что просто, ну, что вы имели в виду, что несмотря на то, что они приоритетно развивают свои вузы, очень большой интерес к сотрудничеству академическому с нашими вузами, в том числе и по, так сказать, научным разработкам, потому что наука у нас все-таки сильнее, надо сказать. Так вот, я хотел вам передать большой привет от этих вузов. Они ждут сотрудничества и предлагаются сотрудничества по таким вопросам, как летние и зимние школы. Это обмен преподавателей для МИИ. Им очень нужна помощь по созданию кафедр русского языка. Кроме того, они готовы предоставить возможности для прохождения стажировок для наших студентов, которые хотели бы, допустим, получить там, в частности, например, это в сфере гостеприимства, туризма и так далее. Возможны разные варианты организации сотрудничества, поэтому если у вас есть такое желание, мы готовы с своей стороны оказать содействие, свести, как сказать, дать вам нужные контакты, помочь смодерировать этот весь процесс. Поэтому ждем ваших сообщений на этот счет. Ольга, а тем временем есть вопросы в чате? Да, спасибо за вопрос. Какой один из нас ресурсов рекомендуется закладывать на поддержание эффективной коммуникации? Кто должен быть ответственным в УЗИ за эту деятельность? Научники, дежурники или службы по коммуникациям? Да, спасибо за вопрос. Объем ресурсов не скажу. Все очень сильно зависит от региона, от университета, то есть его размера, от количества сильных научных школ или институтов. Это очень индивидуально. Могу сказать, что при грамотном управлении с минимальным бюджетом можно сделать неплохой, выдать неплохой результат. И наоборот, можно иметь большой бюджет, но если не управлять этим грамотно, то может не быть эффекта. Я, например, знаю, как-то работала с научным институтом крупным. Мне было интересно вообще вот на практике, вот не просто в теории, да, там как-то или консалтинг, а вот именно внутри побыть, да. Я побыла вот с ними полгода внутри и не буду даже называть, но я увидела такие вещи, когда, например, целые коллективы тратили огромное количество времени, ресурсов на подготовку экспертной статьи. Они хотели сделать на сайте такой экспертный блог, аналог того, что делают МакКинси, например, да, то есть такие вот экспертные порталы, экспертный портал сделать. И вот они недели сидели коллективом и писали эти экспертные материалы. Когда я пришла, я сказала, давайте посмотрим метрики. И мы увидели, ну, знаете, там, да, про скролли, карта скроллов, да, что вот, в общем, первый экран читают, а вот все, что дальше они написали, никто не читает. Вопрос, зачем они это делают, да. Или другой пример, когда они большое внимание уделяли, они делали email-рассылки тоже такие вот экспертные в разные авторитетные организации, в том числе министерства, и они очень хвалились тем, что вот мы делаем рассылки, у нас министр получает наши рассылки. Хорошо, давайте посмотрим, открываем эти писем. На что они дали гениальный ответ. Сказали, знаете, мы раньше смотрели, но она такая плохая, что мы перестали. Гениально, да. Вот. Или, например, они делают такое очень мощное, ну, это все один и тот же институт, вот, очень крупные и известные, я не буду их называть. Они делают ежегодную конференцию, на которой выступают ученые с мировым именем, там огромные бюджеты, и в прошлом году они начали делать конференцию в онлайн. Я буквально на днях, мне просто интересно было, я зашла и посмотрела, вот конференция прошла месяц назад, там 64 просмотров. Зачем? Зачем это делать? То есть вот к вопросу про ресурсы не отвечу, вот у них есть ресурсы, эффекта нет. А некоторые без ресурсов выдают прекрасный эффект, потому что они делают то, что хотят читать, то, что хотят смотреть. И вот тут главное понимать, какая у вас цель, чего хотите, да, потому что цели будут очень разные. Вот про уровень научных подразделений еще прокомментирую, почему зарубежные практики, они именно фокусируются на уровне научных подразделений. У них вообще вся магистратура, аспирантура вынесена на уровень научных подразделений, да, и образовательные программы магистратуры, они позиционируются через сайты научных подразделений. Ну, я имею в виду академическую магистратуру, а не прикладную, да, прикладная, она там вместе А второй вопрос, кто должен быть ответственным, он очень интересный и хороший. Мы как-то проводили круглый стол в прошлом году по этой теме, и там как раз задавали этот вопрос. Мнения, конечно, разошлись. Мне кажется, здесь очень сильно все зависит от системы управления, которая в ВУЗе выстроена. В идеальной картинке, ну как я себе вижу эту идеальную картинку, должна быть маркетинговая служба, которая вообще разводит все эти коммуникации, управляет, мониторит, смотрит, чтобы не было такого, что какой-то бренд одного подразделения перетягивает бренд университета в целом, тоже бывает, и так далее. Или чтобы на зарубежном рынке образовательный бренд перевешивал научный, чтобы не было перекосов. А вот кто должен непосредственно эту коммуникацию осуществлять, это те, кто контент производит. В моем мнении, научные подразделения, а международные подразделения, они должны помогать в плане организации международной деятельности, интернационализации, научного сотрудничества, вот этих вещей. То есть такая система должна быть создана внутри университета, и вот научный бренд и коммуникация научного бренда должны быть в эту систему вписаны. То есть это не остров в океане, нельзя так вот сказать, сотрудник какой-то, да, ты занимаешься, и все, не получится. Ответила? Да, спасибо, я думаю, что это хороший ответ. Да, и, конечно, наверное, я добавлю, что международники, они координаторы, это в первую очередь, но они, так как находятся на передней линии общения с иностранными коллегами, они могут быть и заказчиками, в принципе, этих материалов, которые, может быть, будут востребованы там. Поэтому роль международников нельзя недооценивать, конечно. И по случаям хотелось пожелать, сейчас, если вы знаете, проходит большая выставка российского образования в Ливане, большая делегация из России направилась, поэтому желаем всем, так сказать, успехов им, кто работы, кто в дороге находится. Вот, коллеги, если вопросов больше нет, а это от вас зависит, то нам придется заканчивать встречу и всех еще раз пригласить в Санкт-Петербург с 22 по 24 ноября на семинар Ольги Аркадьевны и ее коллег по международным научным коммуникациям. Так что спасибо большое вам, Ольга, вам спасибо большое за презентацию, и коллегам спасибо за то, что так внимательно слушали, очень приятно, что вы с нами были сегодня. Увидимся через месяц, и мы вам направим обязательно, как я сказал, документ для сбора информации по помощи молодым иностранным аспирантам. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok